привет друзья на связи снова канал за нами уже выехали сборную казахстана по боксу просто не узнать после откровенного провала на олимпиаде в токио прямо сейчас на чемпионате мира в сербии наши боксеры уже точно выступили успешнее сразу четверо пробились в финал и как минимум завоевали серебряные медали но еще вот сегодня и завтра будут биться за золото и еще есть бронза от капитана блайхана жусупова чего случилось стану кроме того что поменяли главного тренера и серьезно обновили состав еще вот сборную мотивировать сербию поехал криминальный авторитет дикий арман ну или по документам арман жумагильдиев а тоха давай сразу запишем извинения да на всякий случай по сетям гуляют ролики как он настраивает или накачивает психологически боксеров перед поединками а потом раздает им деньги и все это выглядит немного ну как бы это сказать странновато что ли вот о своеобразном феномене дикого армана я чуть-чуть в этом дайджести порассуждаю этот дайджест поэтому будет несколько тем например вот еще вчера токаев подарил нам фразу которая если за нечто реальное последует претендует на попадание золотой фонд статкостанской истории а звучит она так в конце концов места для всех в колониях хватит сказал он это конечно в контексте грозного поручения расследовать многомиллиардные суммы ущерба государства сельском хозяйстве но согласитесь целом звучит очень даже неоднозначно еще у нас тут на днях отличились министры в частности министр национальной экономики аситр галиев и министр цифрового развития инноваций космической промышленности багдад мусин первый тут признался что его семья такая же как и семьи остальных казахстанцев это почти прямая цитата и тратит на продукты питания в месяц 50 60 тысяч тенге при том что на самом деле в среднем один казахстанец на питание тратить в месяц около 100 тысяч тенге это по статистике то есть нам попался или очень экономный министр который наверное в пять утра встает и едет куда-нибудь за город в поселок на автобусе закупаться мясом и молоком подешевле или что более вероятно у нас министр национальной экономики балабол и понятия не имеешь что и сколько стоит на самом деле но багдад мусин выложил в сеть видос как он с тайным покупателем проводит эксперимент мол можно ли в цоне получить водительские права не сдавая при этом не практический не теоретический экзамен спойлер оказывается можно сейчас об этом все мы не только будет чуть подробнее поехали ребят честно скажу я не спец высоких технологиях и в этом смысле наверное даже какой-то айти старовер и вот выпуски до последнего времени я писал в обычном вордовском документе пока меня не пересадили на google доки и вы знаете прям удобно я почувствовал прелесть облачных сервисов когда документы хранятся в четкой структуре они блуждают где-то там в куче папок на компьютере удобно расшаривать сценарий для других пользователей вставлять комментарии видеть все правки в режиме онлайн да для тех кто давно пользуется чем-то подобным звучит наивно но я говорю как есть вот у меня но это гугла к астанским продуктами все равно отношусь с настороженностью как-то вот прицепился стереотип что все хорошее уже давно придумали на западе в этом смысле также скептически настроен по отношению ко всяким стартапам технопаркам и так далее например у нас есть астана хаб это крупнейший технопарк центральной азии если там стоящие проекты оказывается есть например облачный провайдер cloud24 кезет что это такое попробую объяснить в двух словах во первых то услуги виртуального дата-центра в облаке можно хранить все что угодно будто crm-система 1s к или что-то другое туда по сути можно перевести весь свой бизнес завести корпоративную почту наладить коммуникации с клиентами создать бэкап на всякий случай это удобно а главное недорого тем более что я плата здесь не фиксированная а по факту потребления есть еще очень много плюшек во первых компания постоянно ищет небольшие стартапы которые они могут взять по свое крыло правда пока речь только про участников на хаб если вы там есть советуем связаться и второе так как руководство наши подписчики они отреагировали на один из наших выпусков в новой акции речь идет про видео о том как бизнес казахстане выживает период пандемии и локдаунов выходного дня так вот бизнесу из гостиничной ресторанной сферы компания cloud24 кезет готова предоставить бесплатное размещение любой информационной системы на своих ресурсах на полгода если вам это позволит сэкономить деньги тут тоже оставляйте свои заявки ссылку на сайт как всегда оставлю описание под этим выпуском давайте сначала с диким арманом казахстанскими боксерами разберемся афига я амбициозный парень да если максимально коротко дикий арман который вроде как постоянно проживает то ли в турции то ли в уаэ отправился в сербию на чемпионат мира поддержать сборную казахстана самым тоже вроде как прошлым боксер даже с медалями получил он вебе джек вроде как атаиба это международная ассоциация любительского бокса под эгидой которой и проходит чемпионат мира то есть имеет он везде фактически доступ он фоткается с вид гостями типа легенды мирового профессионального бокса роя джонса или второй джонс с ним тут уже не совсем понятно свободно заходит раздевалку наших там он их накачивает потом или поздравляет или как бы утешает раздавая по две тысячи долларов потом выходит видос на странице олимпийского чемпиона государственного тренера по боксу бахтиара артаева с диким арманом где выясняется что все это просто чистого сердца собственно это же подтверждает и казахстанская федерация бокса там в принципе ранее заявляли что они как бы квик по пускам дикого армана не имеют отношения организация турнира занимается сербская сторона вот к ним и обращайтесь и все это выглядит конечно дико с точки зрения какой-то цивилизации уж простите меня за этот каламбур но на самом деле ничего уж прям удивительного в том что дикий арман находится там нет а ибо который который проводит чемпионат мира в принципе кристальной репутацией не отличается ее ранее возглавлял гафур рахимов узбекский также криминальный авторитет которому дикий арман бывает вот заезжает в гости из-за того же рахимова любительский бокс чуть не исключились программ последние олимпиады просто как бы даже минфин сша давно обозначил рахимова как преступника и руководителя узбекской объединенной преступной группировки занимающейся наркоторговлей сейчас а ибо официально возглавляет россиянина умар назарович кремлёв к нему тоже были вопросы по не совсем светлому прошлому в общем рядом с любительским боксом около или прямо криминальная движуха это вполне привычное явление не очень нормально наверное совсем не нормальная но к сожалению довольно привычная поэтому когда возникают они на самом деле не заканчиваются сколько помню себя в спортивной журналистике скандалы в любительском боксе с судейством с грязным боксом с тем что за кого-то заранее порешали и вообще медали заранее распределяются удивляться не приходится еще раз не зря любительский бокс последний год находится в шаге от исключения из официальной программы олимпиад а вот но я немного другом даже о том самом феномене дикого армана если почитать комментарии под этими видосами стимуляции наших боксеров от криминального авторитета то поймете что отношение к этому всему на такое неоднозначное очень много народу искренне поддерживает и благодарить жем гильдиева мол вот государство не справляется спасибо дикому арману вообще последние пару лет с точки зрения пиара криминальный авторитет ведет себя просто великолепно началась корона пока то наши чиновники разберутся платить медикам не платить где искать сизы и лекарства вон дикий арман все быстро порешал организовал поставки и распределение этой самой гуманитарной помощи попались к остаться на удочку финансовой пирамиды гаран 24 ломбард опять же мвд не чешется а дикий арман быстро организатор нашел и заставил перед кастанцами извиняться обосрались на олимпиаде снова пришел дикий арман и сделать так чтобы в этот раз боксе все было хорошо снова со всех сторон красавчик и вы знаете вчера журналисты игорь неволин у себя в фейсбуке предложил в принципе легализовать дикого армана и сделать его премьером раз уж него так все получается хорошо как у менеджера ну а что правда вот чиновники начнут эффективно работать не на страх и на совесть воровать не будут потому что нельзя у своих воровать а если что арман их будет примировать из общака и жизнь наша в целом станет лучше и вы знаете сделать это не так уж сложно хоть сми и дают везде мол криминальный авторитет криминальный авторитет но в целом судя по всему кастанских правоохранителей претензий к дикому арману сейчас нет он свободно въезжает и выезжает из кайлстана какие-то открытых уголовных дел нет он не в розыске но было что-то него по молодости так все уже давно закрыта это конечно звездец но опять же я могу понять логику простого комментатора в сетях поддержку дикого армана для этого простого комментатора все власть имущие обеспеченные люди априори бандиты но те что чиновники они пытаются сделать вид что живут по закону а это хотя бы здесь не прикидывается не врет такой вот честный бандит но в условиях кризиса власти это честный криминальный авторитет реальными делами выглядит намного предпочтительнее лицемеров в галстуках и даже особо не поспоришь еще раз точки зрения цивилизации правового мира правого государства которому мы якобы стремимся и присутствие такого человека с криминальным прошлым раздевалки и национальной сборной в любом виде спорта это позорище и мгновенная отставка всех вплоть до министра культуры и спорта но мы в казахстане с восточным менталитетом а восток дело ой какое тонкое интересно только это сейчас будет реальный выбор и поставят токаева и дикого армана кто победит я тут сильно углубился в больную для себя спортивную тему поэтому по остальным новостям пробегусь в формате blitz и тогда токаев у нас тут снова выступил в любимом для себя амплуа мистер угроза тут ему доложили о спецоперации антикоррупционщики в рамках которой пресечна деятельность преступных групп из числа подведомственных подразделений организации министерства сельского хозяйства и кематов столицы также шимкент и целого ряда властей по версии следствия государство выделяло миллиарды на субсидии сельском хозяйстве они до бедных голодных лошадей мегастауской области да и вообще до сельхозки и часто не доходили вот сказал токаев цитата портала власти кизет факты конечно удручающие многомиллиардные суммы ущерба государству обращая особое внимание на качество расследования надо отметить что практика которую вы сейчас изложили имела место на протяжении целого ряда лет это не вчерашний вопрос поэтому поручаю на высоком уровне провести дальнейшие расследования сказал токаев он поручил наказать всех ответственных заявив что в конце концов места для всех колониях хватит конец статы надо ли еще раз повторять что к угрозам президента отношения ну не очень серьезные к сожалению пример министра кайлстана действующий министр здравоохранения это могут только подтвердить да справедливости ради бывшего министра сельского хозяйства токаев все-таки уволил но в целом не могу отделаться от ощущения что все это мелко и не очень серьезно по какой-нибудь тяжеловес реальный бенефициар этих субсидий в сельское хозяйство не отправится за решетку в ту самую колонию где мест на всех хватит доверие этим угрозам будет невысокое учитесь пиару космажмар кемельевичу того же дикого армана здесь он вам дает 100 очков вперед особенно забавно на фоне вот этого скандала что разгорается в сельхозке было читать комментарии министра нацэкономики осета иргалиева росте цен на продукты перед новым годом вот что он сказал стата информбюро по поводу роста цен есть сезонные колебания всем прекрасно знаем что в декабре праздники цены на продовольственные продукты растут мы все готовимся к новому году цены и всегда растут больше всего будет дорожать как всегда продовольствие конец цитаты ну то есть украли деньги на дотациях в сельхозку а яйца растут цене потому что праздники но и да там же его поймали журналисты вам по поводу трат своей семьи сказал следующее покупаем как и все хлеб молоко сахар о чем здесь можно говорить у нас такая же семья как у вас всех конец цитаты и дано все это семья министр тратит 50 60 тысяч тенге в месяц так вот господин гиргалиев если бы у вас была такая же семья как у нас у всех вы бы тратили на продукты питания 1200 в среднем выходит именно так министр на минутку национальной экономики понятия не имеет на самом деле что почем на прилавках в магазинах так как скорее всего уже давно не помнит когда там что-то сам покупал снова риторический вопрос для знатоков а может ли что-то с ценами на продукты сделать такой министр я думаю озвучивать ответ и не обязательно что касается другого министра багдата мусина то он до устроил забавный перформанс со своим походом в цон да вместе с тайным покупателем он выяснил что действительно оказывается можно получить варительские права без дачи теоретического и практического экзаменов обещал он передать материалы правоохранительные органы мол надо с этим разобраться пресекать его озабоченность этим фактом понятно в конце концов цон это его зона ответственности другое дело что это тоже выглядит как откровенный популизм все знают что права можно купить и вообще не посещая цон так было всегда вот может быть на время после акции мусина чуть-чуть лазейку прикроют но в целом разумеется министр всю эту информацию по всем цонам стороны и собрать и передать в органы и вообще решить вопрос мог бы и без показательных мероприятий настроение нам конечно он поднял но в целом это выглядит немножко так что мусин всеми силами пытается чуть-чуть подправить собственную репутацию после скандала вокруг сделки со сбер им и покупка исходных кодов для якобы мощного апгрейда и игов да мусин пытается встречаться журналистами и блогерами на какие-то вопросы дает ответы но в целом открытых вопросов по государственной независимости в области цифровой безопасности еще очень много что еще из важного интересного было последние дни фейсбук в казахстане а соответственно инсту похоже пока блокировать не будут поправки в закон о защите детей предусматривающих возможность блокировки социальных сетей если не открутка останет своего представительства в силу еще не вступили и вообще эта тема пока похоже тормознулась но не без интересности и тут недавно министерство информации общественного развития казахстана опубликовала заявление якобы совместно с фейсбук о том что те правительства казахстана имеет эксклюзивный доступ к внутренней системе соцсети наверное должно помочь казахстану как-то быстрее удалять незаконный по версии правительства контент но директор мета платформ с по политическим коммуникациям в азиатской тихианском регионе бен макконнаги сообщил что процесс реагирования на сообщение о вредоносном контенте не является эксклюзивным для казахстана и остается таким же как для других правительств во всем мире он также сказал что никакого совместного заявления они сказано мне делали позже глава нашего министерства ида баллаева заявил что заявление было сделано в согласовании с региональным офисом фейсбук кстати теперь корпорация называется мета но в целом вроде когда какая-то договоренность по доступу какой-то внутренней системе есть я даже знаете не против если фейсбук и правда даст казахстану какого-нибудь человека для коммуникации вряд ли за этим последует какая-то блокировка по щелчку но это уже будет формальным поводом казахстану гордо заявить мол мы их и так под себя подмяли пусть по факту этого не произошло но формальности заблюдены теперь поправки о якобы защите детей можно будет и не вводить что для нас с вами на самом деле даже хорошо что еще у нас произошло вот новость которая обсуждается непривитым казахстанцы могут запретить посещать трц и в будние дни сейчас тема работает по выходным дням честно скажу меня эта новость не сильно уже будоражит с одной стороны да я понимаю что бизнес продолжает платить за проемы государства в информационной работе с населением по необходимости поставить себе прививку а с другой стороны во первых но у многих непривитых насколько я могу судить по некоторым своим знакомым есть телефоне гифка зеленым статусом ашика еще я скажу честно вот с недавних пор я стал намного хуже относиться именно к индейным противником вакцинации у меня недавно от последствий короны умер товарищ журналист жени гайдамакин я не знаю по какой причине он вроде как не ставил себе вакцину но это уже не важно же не не вернуть я не думаю что он по жертву или от привычной агитации возможно были какие-то другие причины но в любом случае после вот таких вот моментов прям рядом с тобой происходит чуть переосмысление всех процессов начинаешь лучше понимать какой вред наносит именно индейные антиваксер и я не имею ввиду тех кто сомневается именно тех кто агитирует против поэтому блин просто поставьте вакцину кто поставил давно сделайте тест на антитела возможно пора уже ревакцинироваться вроде как скоро этот процесс у нас начнется тот же токаев вчера дал соответствующее поручение давайте уже как-то из этого корона выбираться все на сегодня берегите близких подписывайтесь на канал ребята понимаю что такая шаблонная привычная просьба уже многие здесь вырубают видос но блин сделайте микро усилия ставьте любую реакцию лайк-дизлайк коммент это по-прежнему серьезно поддержка нашему каналу видосы продвигаются мы продолжаем работать всем спасибо всем пока